Программа «Тема дня» на телеканале ЭТОН-ТВ. Я ее ведущий Александр Гурарье. Министерство просвещения в преддверии Нового года разосла циркуляры директорам школ, в которых, как это ни неожиданно, значится, что директора школы и руководство школ должны относиться с пониманием к тому, что многие дети в Новый год придут с какими-то элементами новогодней символики, атрибутики и так далее, и с пониманием относиться, если некоторые ученики 1 января не придут в школу. Честно говоря, очень неожиданно от нашего Министерства просвещения мы такого, мягко говоря, не ожидали. С чего это вдруг Министерство просвещения стало таким лояльным и таким мультикультурным? Этот вопрос я задаю депутату Кнессета от партии Ешатит Константину Развозову. Костя, добрый день. Добрый день, Александр. Это просто вот новогодняя, так сказать, шутка или это действительно правда? Я это назову более новогодним подарком. А, подарком, да. Да, это действительно правда. Я думаю, что пришло время. Несколько дней, три дня назад, четыре дня назад мы праздновали 25 лет Большой Алии. И я думаю, что пришло время после 25 лет, чтобы государство Израиль признавало наш праздник, наш любимый праздник, Новый год. Не называли этот праздник Сильвестер, связывали его с крестьянством и так далее. Чтобы это наш Новый год, который мы праздновали всегда, не связан, не религиозный праздник, а гражданский праздник. И я думаю, что не хочу утянуть одеяло все на себя, потому что до меня, я уверен, что русские говорящие депутаты требовали. И также я, как председатель комиссии полей и абсорбции в той каденции, не раз созывал комиссию на тему образования репатриантов или детей, выходцев с бывшего Советского Союза. И там говорил о том, что в системе образования, чтобы была лучшая интеграция, нужно, чтобы понимали культуру, нашу культуру. У нас немножко другая культура, мы немножко по-другому смотрим на вещи, дисциплина и так далее. И также я поставил ударение на праздники. И, конечно, первый раз, после того, конечно, правительство развалилось, я уже не председатель комиссии, но все равно министерство образования, отдел, который отвечает за учеников репатриантов или детей репатриантов, они выпустили установку, которая говорит, во-первых, она разъясняет, что такое Новый год всем директорам, всех школ. Ну, наконец-то, наконец-то директорам школ разъясняют, что такое Новый год. Ну, там и написано Новый год, не написано Сильвестер, не написано ничего другого, а именно Новый год. И, опять же, написано, что с пониманием надо относиться к детям, которые приносят действительно разные детали и символики Нового года, или 1 января просто не придут в школу. Это понятно, что дети допоздна празднуют с родителями, и вообще это праздник, и мы знаем, все смотрят русскоговорящие каналы, где очень много праздничных передач. Константин, осмелюсь спросить, бутылка шампанского или бутылка пива относятся к новогодней символике? Ну, и мы говорим о учениках, поэтому без алкоголя, и, конечно же, все, что связано с алкоголем в школах, особенно это не приветствуется, но любые другие вещи мы, да, приветствуем. И я рад, что действительно Министерство просвещения сделало такой шаг. Единственное, они не учли маленький нюанс, я вчера обратился к генеральному директору Министерства образования Михаил Коэн, и попросил, что также не назначали экзамены на 1 января, потому что если есть какой-то завуч, который пишет расписание, и это завуч, например, та же Михаил Коэн, или неважно какое имя, для нее нет понятия, что такое Новый год, что такое 1 января, она может спокойно, не думая, назначить экзамен. И этот экзамен, получается, что он не сходится с тем, что мы требуем, раз от него пострадают ученики, которые хотели бы, дети, которые хотели бы праздновать Новый год и не прийти 1 января, но и также учителя-репатрианты, которые просто хотят по закону взять день отпуска. В законе, да, уже прописано, что 1 января можно взять официальный день отпуска, поэтому учителя могут взять... День отпуска или так называемый Йома-Цара? Нет, это не Йома-Цара, это день отпуска за свой счет. Это не Йома-Цара. Йома-Цара у учителей два дня, это не связано, знаете, можно взять просто официальный отпуск за свой счет. Константин, скажите, а вот есть еще для госслужащих, есть так называемые праздники по выбору, туда относится 1 мая, если я не ошибаюсь. Это вот именно то, для госслужащих, учителя. Да, но я слышал, я прошу прощения, я слышал буквально на днях, мне рассказывали учителя, что вот в этот список дней, которые можно взять по выбору, почему-то по какому-то недосмотру, из самых лучших побуждений, Новый год включили, но включили его не 1 января, а 31 декабря. Честно говоря, я... Это был парадокс, это вот буквально на днях мне сказали, чуть ли не вчера. Это действительно парадокс, я прямо сейчас же... Нет, хорошо бы, конечно, и 31 декабря, и 1 января, потому что любой учитель... Я думаю, да, и 31 и 1, я думаю, что два этих числа каждый может взять на выбор. Опять же, у учителей, какой аргумент у учителей или у Министерства образования, что у учителей действительно есть очень много отпусков, поэтому они, скажем так, не приветствуют, когда учителя берут посреди учебного года отпуска, потому что от этого зависят дети и класс, но опять же, есть день, который каждый берет со своей религией или со своей культурой, и Новый год, да, прописан. То, что он не прописан 1 января, я считаю, что это ошибка, значит, придется поправить. Я немедленно... Да, это надо уточнить. Но, кстати, я вам хочу сказать, что, опять-таки, я, так сказать, близко знаком с темой учителей, у меня жена учитель, и она говорит, что последние годы мне рассказывают, что 1 января очень многие дети, не имеющие никакого отношения к русскоязычной Алие, так сказать, коренные израильтяне, тоже празднуют Новый год и ходят на всякие тусовки, там массовые гуляния есть в Тель-Авиве, в других городах, и 1 числа тоже не приходят в школу. Так что этот праздник потихонечку завоевывает массы, и наш Новый год становится как бы общенациональным. Да, я думаю, что это хорошая культура. Мы привезли с собой веселый, хороший праздник, который празднуется во всем мире, и я не вижу никакой причины, что он праздновался в Израиле. И если потихонечку именно коренной израильского общества понимает, что это Новый год, что это не религиозный праздник, и никому он не мешает, и они сами начинают его праздновать, и молодежь здесь всегда гуляет до утра, и, скажем, некоторые старшеклассники не приходят в школу, то я не вижу никакой проблемы с этим, если он распространится на всех. Но ведь в Израиле в любом случае, как бы, все равно страна живет по календарю обычному, общеевропейскому. То есть, в любом случае, год заканчивается, 31 декабря, и начинается, 1 января начинается следующий год. Но, естественно, должна быть какая-то граница между этим двумя годами, да? То есть, иначе как бы ты не почувствуешь наступление Нового года. Это Новый год, наступление. Люди хотят праздновать. Кстати, также месяц назад я подал закон, который сравнивает Новый год с Мимуной и с Лакбаумером. Как вы знаете, что сегодня после 11 часов вечера, один раз в году можно шуметь, это только День независимости, фейерверки и так далее. Депутат Кнеста Сликуда Микизор подал, и Министерская комиссия по законодательству провела ему этот закон. И он внес флаг Боумером и Мимуну, что можно также шуметь после 11. Я воспользовался этим моментом, воспользовался, и подал законопроект также к этим праздникам. Новый год, чтобы в 12 часов, если мы хотим фейерверки, хотим праздновать уже. В 12 часов праздник только начинается. Праздник только начинается, чтобы полиция не приезжала, не арестовывала людей, или не прекращала новогодние мероприятия, разные банкеты, корпоративы, которые происходят в Новый год. И я надеюсь, что правительство также поддержит мой закон. Надеюсь, что к следующему Новому году это уже состоится. Если поддержали Мимуну, то будем действительно объявить войну. Хорошо. Константин Развозов, депутат Кнессета от партии Ешатит. Я благодарю вас и поздравляю. С Новым годом. С Новым годом, Александр. Спасибо.